Итак, сегодня мы направляемся в готический собор Динанта. У нас в Бельгии есть свой собор Ноттердам, потому что находится в Волонской части Бельгии, где люди говорят в основном на французском языке. И если перевести на нидерландский, то это собор Онзеливе-Вро, что по-русски обозначает Богоматерь. Собор Ноттердам Динанта оказался небольшим, удивительно гармонично вписывающимся в скалистый пейзаж и каким-то православным. Видимо, православию придал вид его купол, купол, луковичный купол, очень нетипичный для готической архитектуры. И внутри храма также есть кое-что, что напоминает православную церковь. Не этот ли алтарь? В позднее средневековье жители Динанта зарабатывали производством предметов из сплава латуни и серебра. Это ремесло называется Динандейри. И изделия местных мастеров того периода сохранились в городской соборной церкви. Светильники внутри сделаны в той самой технике Динандейри из латуни и серебра. Больше всего меня поразил витраж, огромный от пола до потолка, изображающий бельгийские сюжеты и, кстати, считается самым большим витражом Европы и изготовленным в бельгийском городе Гент. Как я вам рассказывала, Динанд часто брали штурмом то с одной стороны, то с другой. И самый страшный эпизод в истории города произошел в годы Первой мировой войны, когда немецкие войска убили почти 700 местных жителей. В центре Генанна разбили мемориальный парк. Храм построили в XIII-XIV веках на месте, разрушенной обвалом Романской церкви X века. Новое здание тоже часто страдало от обрушения скал и его трижды восстанавливали. Центральную башню с куполом и шпилем добавили уже в XVI веке. А здесь вы видите фрагменты мемориала. Субтитры создавал DimaTorzok